Как только заснимете наш отъезд, сказал Камов, возвращайтесь на корабль и напомните Константину Евгеньевичу мои указания. Повторяю, из звездолета не выходить без крайней необходимости. Если такая необходимость возникнет, то можете выйти только вы один. Белопольский не должен покидать корабль ни на одну секунду. Если мы не вернемся к вечеру, ничего не предпринимайте. В случае перерыва связи включите радиомаяк и держите его включенным все время, пока вездеход не вернется. Если он совсем не вернется, вы летайте на Землю точно в назначенное время. Будет исполнено, Сергей Александрович. Счастливого пути! С наступлением темноты зажгите прожектор, прибавил Камов. Мы можем задержаться, а найти звездолет по свету прожектора будет легче. Но до свидания! Он пожил руку Мельникову и направился к вездеходу. Пайчадзе уже сидел за рулем машины. Вот еще что, обернулся Камов. Проявите сегодня же пленку. Меня очень интересует, хорошо ли получились эти маленькие зверьки. Хорошо, Сергей Александрович. Мельников улыбнулся под маской. Он был уверен, что так удачно заснятые из окна звездолета «Зайцы» получились отлично. Эта небольшая и забавная сценка, несомненно, вызовет большой интерес, когда будет демонстрироваться на экранах Земли. Марсианские зверьки в естественной обстановке. Камов сел в машину и, закрыв герметическую дверь, открыл кран кислородного баллона. Когда состав и давление воздуха внутри вездехода стали нормальными, он снял с себя маску. То же сделал Пайчадзе. Мельников с киноаппаратом в руках стоял в нескольких шагах. В окне корабля было видно лицо Белопольского. Пайчадзе повернул рукоятку. Только чуть заметная дрожь вездехода показала, что его мощный мотор начал свою беззвучную работу. «В путь, Арсен Георгиевич!» – сказал Камов. Вездеход медленно подошел к сплошной стене растений, окружавшей звездолёт. Пайчадзе не решался ломать их. «Жалко, Сергей Александрович!» «Возьмите ревей!» – сказал Камов. «Кажется, там есть просвет. Портить ближайшие к звездолёту окрестности не стоит. Будет некрасивый вид из окна». Он засмеялся. Пайчадзе повернул к указанному месту. Там действительно оказался проход, уходящий как раз в нужном направлении. Песчаная дорога словно сама приглашала следовать по ней. Вездеход развернулся и, набирая скорость, помчался на запад. Мельников, прекратив съёмку, смотрел ему вслед. Слова Камова «В случае, если вездеход не вернётся, вы летайте на землю!» продолжали звучать у него в ушах. «Если не вернётся». «Нет, этого не может быть. Вернётся. Должен вернуться». Он вздохнул и медленно пошёл к кораблю. Войдя в выходную камеру, поднял за собой лестницу и нажал кнопку. Наружная дверь закрылась. Через десять секунд автоматически открылась внутренняя и, пропустив Мельникова, снова закрылась. Он снял маску и прошёл в обсерваторию. Корабль казался ему пустым. Двух наиболее любимых товарищей не было в нём. Они мчались сейчас навстречу неизвестному в таинственную даль чужого незнакомого мира. Белопольский всё ещё стоял у окна. «Их ещё видно», — сказал он. «Далеко над верхушками кустов виднелась быстро уменьшающаяся белая крыша вездехода. Вот мелькнул на мгновение весь его корпус и скрылся. Теперь будем ждать», — сказал Белопольский. «Завтра наша очередь». «Завтра? Скорее бы оно наступило, это завтра», — подумал Мельников, подходя к радиостанции корабля. Лёгкое потрескивание разрядника и красные точки контрольной лампочки успокоительно указывали, что рация вездехода работает. Первое сообщение Камов обещал передать через полчаса. За это время вездеход успеет пройти порядочное расстояние. Он сел у аппарата. Белопольский, бесцельно походив по обсерватории, сел рядом с ним. Оба стали терпеливо ждать. Они могли в любую минуту сами вызвать Камова, но не хотели нарушать установленный начальником экспедиции порядок радиосвязи. Тридцать минут, наконец, прошло. В громкоговорителе послушался резкий щелчок. Это Камов включил микрофон. — Говорит Камов, — раздался знакомый голос. — Как вы меня слышите? — Слышим хорошо, — ответил Белопольский. — Я вас тоже хорошо слышу. Новостей пока нет никаких. Вездеход идет по местности, ничем не отличающейся от той, которая окружает звездолёт. Видели несколько зайцев. Одного чуть не раздавили. Прыгнул прямо под гусеницу, но Арсен Георгиевич сумел обойти его. Их, по-видимому, тут очень много, но других животных не видно. Мы будем двигаться всё время прямо. Какие новости у вас? — Никаких нет. Всё по-прежнему. Введите наблюдение за прилегающей местностью. Следующий разговор будем вести ровно через час. Повторите. Следующий разговор через час. Прекращаю связь. Голос умолк. Щелкну выключенный микрофон. — Вы будете здесь, — Константин Евгеньевич, — спросил Мельников. — Да, я пойду в лабораторию. Сергей Александрович просил проявить сегодняшнюю плёнку. Я скоро вернусь. Идите. Белопольский внимательно посмотрел на своего молодого товарища. — Идите, — повторил он. — И не волнуйтесь, они вернутся вовремя. Нет никаких оснований для беспокойства. Если даже на Марсе и есть крупные животные, они не осмелятся напасть на вездеход. — Я боюсь не нападений, — ответил Мельников. Но представьте себе такой случай, что кислородный баллон даст течь, и они останутся без воздуха. Или сломается мотор, или сам вездеход. Может разорваться гусеница, и они не смогут исправить её. Если это случится на большом расстоянии от звездолёта, они погибли. — Борис Николаевич, — сказал Белопольский. — Вы уже могли, по-моему, убедиться, что всё, что находится на нашем корабле, — самого высокого качества. Вездеход — не исключение. А что касается кислородного баллона, то он не единственный на вездеходе, и не картонный. Никакой течи в нём появиться не может. Вспомните, как Сергей Александрович во время приёмки приказал сбросить один такой баллон с 10-метровой высоты, и он остался при этом совершенно целым. Помню, но всё-таки. — Меня бы на вашем месте беспокоило другое, — продолжил Белопольский. — Есть одна теоретическая опасность. Подчёркиваю, только теоретическая. — На Марсе бывают песчаные бури. Они настолько сильны и захватывают такую громадную площадь, что мы наблюдаем их с Земли в наши телескопы. На гладкой и ровной поверхности Марса должны быть сильные ветры, вызываемые неравномерным нагревом воздуха в различных частях планеты. Спокойство и атмосфера, которые мы наблюдаем эти два дня, меня очень удивляет. Ветры поднимают огромные массы песка и несут его с большой скоростью. Вот где опасность. Но, повторяю, эта опасность теоретическая. Вездеход рассчитан на такой случай. Если мотор должен справиться, а направление можно держать по радиомаяку. — Кроме того, бури особенно сильны не здесь, а в тех пустынях, которые мы видели. Не забудьте, что мы находимся на дне глубокой впадины. Вездеход вряд ли выйдет из её пределов. Так что не беспокойтесь, наши друзья вернутся целы и невредимы. Белопольский говорил спокойно, ровным голосом. Его доводы были логичны и обоснованы. Но Мельникова не обманула его кажущиеся спокойствия. Он отметил про себя пространность речи с той несвойственной Константину Евгеньевичу. Взяв аппарат, он пролез в люк и направился в свою фотолабораторию. Белопольский проводил его сочувственным взглядом. Он хорошо понимал его состояние. «Мы перебрали с ним все опасности, которые нам известны», — подумал он. «Но сколько, может быть, других, о которых мы понятия не имеем?» Он вздохнул и повернулся к радиостанции. Красная точка по-прежнему горела ровным успокоительным светом. Тонкий луч её безмолвно говорил, что на вездеходе всё благополучно. «Мы боимся за них, они наверняка беспокоятся за нас. Что ж, так и должно быть, и так будет все четыре дня», — сказал он самого себе. «Прошёл час, и между вездеходом и звездолётом опять произошёл короткий разговор. Ничего нового не было. Вездеход шёл по такой же местности, что и раньше. Всё было в порядке. Для Мельникова и Белопольского это утро тянулось нескончаемо долго. Солнце медленно совершало свой путь к зениту. Термометр, помещенный снаружи, показывал 15 градусов тепла». «И это на экваторе», — заметил Мельников. «Да, холодная планета». Судя по высоте Солнца, было около 11 часов по местному времени, как выразился Белопольский, когда Камо сообщил, что ими пройдено 100 километров. «Мотор работает прекрасно», — сказал он. «Мы пройдём ещё километров 50, а потом повернём на юг». Прошло два часа после этого разговора. Наступило время очередной связи, но рация молчала. Стрелка часов давно миновала на значную минуту. Индикаторная лампочка по-прежнему указывала, что радиостанция вездехода работает. Лёгкое потрескивание в громкоговорителе свидетельствовало, что рация звездолёта тоже в порядке, но связи не было. Белопольский решительно включил микрофон. «Почему молчите?» — громко сказал он. «Отвечайте, отвечайте». Он подождал и снова повторил те же слова. Мельников, затаив дыхание, напряжённо прислушивался. «С вездеходом ничего не случилось», — сказал Белопольский, всеми силами стараясь говорить спокойно. «Его станция работает. Может быть, они вышли из него?» «Оба?» Этот вопрос заставил Белопольского вздрогнуть. Камов говорил, что ни при каких обстоятельствах они не покинут вездеход одновременно. Кто-нибудь должен был остаться в нём. Но почему же они не отвечают? «Сергей Александрович, Арсен Георгиевич, почему молчите? Почему молчите? Отвечайте, отвечайте». Ответа не было. В обсерватории наступило тягостное молчание. Мельников и Белопольский, скрывая друг от друга мучительное волнение, не спускали глаз с красной точки индикатора. Оба боялись, что лампочка вдруг погаснет. Еле слышное потрескивание казалось им очень громким, и они каждую секунду принимали его за ожидаемый щелчок включённого микрофона. Но минуты шли за минутами, а рация упорно молчала. Глава «Выстрел». Вездеход быстро и легко шёл по плотно утрамбованному временем песку. Широкие гусеницы оставляли за собой отчётливый след. Белый корпус хорошо отражал лучи солнца, и внутри вездехода не было жарко. Сидя в мягких, удобных креслах, камов и пайчадзе чувствовали себя прекрасно. Немного утомительно было однообразие окружавшей их местности. Но они не теряли надежды увидеть наконец что-нибудь интересное и внимательно смотрели вокруг. Иногда приходилось объезжать озёра, и один раз они чуть не завязли в цепучем песке. Гусеницы внезапно провалились, но пайчадзе с молниеносной быстротой дал задний ход, и машина благополучно выбралась из неожиданной ловушки. «Настоящее болото», — сказал Камов, — «только песчаное». От звездолёта эхо отделяло уже более ста километров, но вездеход с прежней скоростью продолжал продвигаться вперёд. Камов был уверен, что мощный мотор, любовно сделанный специально для них уральским моторостроительным заводом, не подведёт. За два часа работы он даже не нагрелся, и был такой же холодный, как и в начале пути. Казалось, что заключённая в нём сила, шутя, несла маленький вездеход, и гусеница с равномерным мягким шелестом непрерывной лентой без напряжения переливались через ведущее колесо. «Хорошо собрали», — похвалил Пайчадзе. «И быстро. Недаром же мы три раза собирали его на земле», — сказал Камов. «Помните, как ворчал Константин Евгеньевич, когда я потребовал третьей сборки?» Пайчадзе засмеялся. «А помните, — сказал он, — как Матвей Иванович ругал вас, когда сломали гаечный ключ?» Камов вспомнил старого уральского мастера, который учил их собирать вездеход, и улыбнулся. «С инструментом надо обращаться бережно, аккуратно, с любовью, молодой человек. Так, кажется, — сказал Арсен Георгиевич». «Так». Камов посмотрел на часы. «Половину двенадцатого, — сказал он, — пройдено 140 километров. Пора поворачивать. Мы обследуем местность к югу километров на пятьдесят, а потом направимся к звездолету». «Поворачиваем». Камов привстал и внимательно осмотрел в бинокль местность впереди вездехода. Везде одно и то же — заросли и песок. Он собирался опустить руку и дать разрешение повернуть на девяносто градусов, но вдруг резко наклонился вперед. «Что это такое?» — сказал он. «Посмотрите, Арсен Георгиевич». Пайчадзе поднес в бинокль к глазам. Километрах в двух правее пути вездехода над синим ковром растений виднелось какое-то длинное, тускло блестевшее тело. «Как будто металлическое», — сказал Камов. Не ожидая команды, Пайчадзе повернул к замеченному предмету. Нетерпеливое любопытство заставило его увеличить скорость. Когда вездеход приблизился на расстояние в полкилометра, Камов, не опуская бинокль, сказал «Я знаю, что это такое. Это звездолёт, но гораздо меньше по размерам, чем наш. Звездолёт? Мы не одни на Марсе». Очевидно, скорее всего, это американский звездолёт Чарльза Хепкуда.